Привет, друзья! А вы знали, что на нашей планете живет самый настоящий дракон? Сегодня я вам расскажу и покажу наших самых опасных рептилий нашей планеты. Это дракон Комодо или Комодосский варан. Да, это гигантский индонезийский варан. Очень опасный ящер из семейства варановых. Это самая большая и опасная рептилия на нашей планете. Он огромный, он больше собаки три. Больше три собаки? Даже больше меня. Он больше трех метров в длину, не то что тебя больше. И может весить до 130 килограмм, даже больше 130 килограмм. 200 или 150? Ну, 150, наверное, может. Они распространены на индонезийских островах. На острове Комодо, в том числе, это главный дракон Индонезии, острова Комодо. Ребята, у дракона Комодо зубы, как у хищного динозавра. Да, это действительно так. У дракона Комодо пильчатые зубры, как такие были у хищных динозавров. А знаете что, они же много десятков лет живут. Им, наверное, больше 1894 года. Это, конечно, интересно. В общем, эти динозавры, эти драконы Комодо, они отлично плавают и лазают по деревьям. То есть, от них спрятаться практически невозможно. Они всеядны. И они могут словить даже животных, которые больше его в 10-15 раз. То есть, это большие, крупные коровы, например. А вообще, они едят вообще все, все что угодно. Все, особенно если голодны. В общем, не хотелось бы с ним встретиться. Они могут разгоняться до 20 километров в час. То есть, они еще и бегуны отличные. А, ну, Соника, они в жизни не догонят. Еще у них есть такая особенность. Они вырывают себе норы укрытия от 1 до 5 метров. И там ночуют. Ну, или охлаждаются. Потому что все ящеры, все рептилии, они живут только в теплом климате. А теперь смотрите, как он выглядит в жизни. Ну, давайте. Очень интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А это аргентинский черно-белый Тегу. Да, это аргентинский черно-белый Тегу. Это тоже варан. И вы знаете, что они являются домашними питомцами. Очень многие люди держат их дома, выращивают и заботятся, как обычных домашних питомцах. Кокот? Да, кокот. Они их не съедят? Мне кажется, могут. Но если будут очень-очень голодны. Потому что Тегу, они тоже всеядные. Они едят все. Они весят до 16 килограмм и могут быть до полтора метра в длину. Подождите, а они что, даже могут стену проесть? Ну, стены они вряд ли едят. А диваны? И диваны тоже, но они едят мясо. И мы сейчас посмотрим на это, да? Да. Посмотрим, как домашний Тегу поедает, как кормят домашнего Тегу. Вперед! Вперед, новые ниндзя! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ребята, смотрите, а это плащеносная ящерица. Да, это плащеносная ящерица. Это тоже из рода игуановых. Смотрите, вокруг головы у нее большая коротникообразная складка. Да, Платон аж раздевался. Знаете, для чего эта складка? При опасности она открывает пасть и оттопыривает свой яркий воротник. Становится на задние лапы, шипит и бьет хвостом по земле. Но я бы насторожилась точно. Вот так? Да, сейчас посмотрим. И они не такие уж маленькие, кстати, они от 80 сантиметров до 1 метра. Но у нас они не водятся. Они родом северо-западной Австралии и на юге Новой Гвинеи. Там они шипят и бьют хвостами. Но еще одним предназначением этого воротника является регулировка температуры тела. Утром ящерка ловит им солнечные лучи, а при сильном перегреве он помогает ей охладиться. Кто? Воротник. Но еще он им помогает, кстати, привлекать самочек и бороться с соперниками. Вот так? Типа того. Смотрим, как она бегает? Да! Смотрим, как она бегает? КОНЕЦ А это ящерка мох или тернистый дьявол? Вообще-то тернистый. Австралийская? Да, это тоже австралийская ящерица. И она не больше 20 сантиметров. И она питается исключительно муравьями. В день она съедает несколько тысяч муравьев, которых ловит при помощи липкого языка. И нет муравьев. Подождите, а ее дьявол тернистый назвали? У нее родни какие-то есть? Нет, вот посмотришь, как она выглядит. Очень странно. Музыка. 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 А это морская игуана. Музыка. Это морская игуана. Большую часть времени она проводит в море. А, морская? Да, она очень хорошо ныряет и плавает. И умеет задерживать дыхание на один час. Может плавать под водой до одного часа и не дышать. Вот это да. И они тоже, кстати, все одни. Они ведет все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.ТВ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok